Приветствую всех на канале Airzone Game и мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по проекту Five Life. Ну и напомню, что в прошлой серии мы посмотрели на ряд работ, начальных работ на этом проекте, посмотрели на то, как отыгрывается РП составляющая на этом проекте. Ну и давайте продолжим. И следующее занятие у нас будет занятие кладовщика. Ну и в общем-то вот мы уже подъехали к складу, где и будем заниматься этой работой. Давайте пройдем и посмотрим. Интересно выполнена точка, почему-то стоит какой-то старинный триггер. Не знаю почему это. Склад выглядит вот так. Мы уже видели подобное задание. Оно взято в общем-то из GTA Online. Ну проходим. Здесь почему-то пожадничали на бота и как видите надо устраиваться через вот такой знак доллара. Ну ладно. Устраиваемся. Выскакивает опять мелкая ознакомительная информационная табличка. Ну и все. Приступаем к делу. Мы получили задание. Оно у нас висит справа. Вот эта маленькая табличка. Это и есть задание. Нам нужно найти вот это вот количество и то, что там будет написано. Задания все время выпадают разные. На каждом стеллаже лежат определенные предметы. И нам надо их найти. Ну и я так понял, что первое задание нам дано ознакомительно, потому что всего одна графа. Это плеер. Нам надо найти на этих стеллажах плеер. Ищем, где он лежит. Ну в дальнейшем вы, наверное, если обладаете хорошей визуальной памятью, то сможете запомнить. Но вот столько вот стеллажей. И надо по ним ходить и искать. Задание достаточно интересное. Я сделал, наверное, два или три задания. Мне понравилось, как выполнена эта работа. Вот я даже тут немножко накосячил. Но в дальнейшем просто надо будет запоминать, где что лежит. И потихоньку-потихоньку это в голове на самом деле откладывается. Но поначалу, конечно, придется потыркаться по всем этим стеллажам в поисках нужного вам оборудования или там вещи какой-то. Здесь есть разные вещи, как вы видите, и плееры, вот как мы сейчас ищем, там и штаны, и игрушки. В общем, много всего. Примерно оно лежит как-то скомпонованно. То есть, если игрушки, то примерно на стеллаже будут лежать игрушки. Но не всегда. Бывает, что нужную игрушку, вот у меня было, я не смог найти в той куче. И приходится вот так вот ходить от стеллажа к стеллажу и искать, в общем-то. Ну, мне же, как всегда, повезло. Я нашел его в последнем ряду, практически в самом последнем стеллаже. Ну вот, нашли мы наш плеер. И дальше мы идем к упаковочному столу. Стол, который вы забронируете, он за вами как бы закрепляется. На другом столе вы не сможете упаковать. Все, упаковали наш заказ и несем его в точку доставки. Точка доставки находится возле входа на склад. И вот этот красный триггер, это и есть точка доставки. Все. Мы, как видите, получили очки опыта и нам упала денежка. Денежку, как и везде на этом проекте, надо потом забирать вот у того бота, который стоит он там в углу. Ну и все. Дальше мы опять получаем заказ. Как видите, вот она табличка. Это то, что нам надо собрать. Опять же, ну, претензия одна. Очень маленькая табличка. Ну, катастрофически маленькая. И я уверен, что если вы смотрите в неразвернутом состоянии сейчас с ютуба или откуда-то, вы даже не видите, что там написано. Ну, а если говорить про саму работу, про само вот это занятие, оно достаточно прикольно. Оно мне понравилось. Во-первых, здесь стоит такая гробовая тишина. Но тишина здесь стоит вообще на любой точке, где вы идете и будете чем-то заниматься. Общение здесь как-то не в почете. Но, тем не менее, стоит такая атмосферная тишина. Каждый занимается своим делом. Выглядит все очень прикольно и антуражно. Сама работа мне понравилась. Единственное, не понравилось, что она считается начальной. А если говорить по сложности, то она достаточно сложная. Вам нужно действительно иметь хорошую визуальную память, чтобы помнить, где что лежит. Иначе вам придется тыркаться по всем стеллажам. Я бы, например, поставил эту работу в одну из уже более высокооплачиваемых. Потому что, ну, действительно, здесь не езда от точки до точки. А здесь надо действительно пользоваться своей памятью. И, ну, это вам должно в этом помогать. Потому что вот я сделал всего три заказа, там, или четыре, не помню, сколько сделал. Вот, кстати, видите, я пытаюсь подойти к чужому столу, а мне говорят нет. Только к тому, где вы начали упаковывать свой товар. Только там можно упаковывать. И, в общем, я понял, что, ну, у меня достаточно плохая память. Я не могу сосредоточиться. Здесь все, видите, нарисовано в одних и тех же тонах. То есть, все на зеленом фоне. Очень сложно этим пользоваться. Если бы были какие-то картинки разные, еще можно было бы как-то по цветам ориентироваться. Но таблички мелкие, все нарисовано в одном стиле, в зеленых тонах. Достаточно сложно. Действительно сложно здесь ориентироваться. Но, как я и сказал, можно. Можно запомнить. Под конец я уже помнил, где у меня лежат шмотки и где у меня лежат игрушки. Вот я это все, в общем-то, запомнил. Поэтому я бы эту работу отнес к более высокооплачиваемому. Потому что, действительно, вам здесь не надо будет ездить от точки до точки. А надо пользоваться своей визуальной памятью. Ну, и вообще, включать голову. Поэтому вот такая вот работа. Мне она понравилась. Выполнена прикольно. Но, к сожалению, она считается начальной. И, конечно же, здесь платятся копейки. А запоминать все вот эти точки ради того, чтобы заработать там 20 баксов. Ну, это того не стоит. Поэтому вот такое вот мое мнение. Ну, а в принципе, работа очень прикольная. Я такого не видел. Впервые увидел вот на этом проекте. Сделано антуражно, красиво, здорово. Придумана сама эта работа здорово. Ну, претензий нет. Претензия только к тому, что она, мне кажется, стоит не на своем месте. Она действительно сложная. Ее бы надо поставить куда-нибудь повыше. Ну, а так в целом вот. Вот такая вот работа. Ну, а я же выполнил три заказа и пошел увольняться. И вот она причина, почему здесь неинтересно работать. Видите, три заказа всего 180 долларов. А время затраты было просто огромное. Найти все эти вещи на стеллажах не так-то просто. Ну, как я и сказал, что работа стоит не на своем месте. Она требует много времени, требует от вас вашей памяти, визуальной памяти. Ну, а оплата очень и очень маленькая. Поэтому я отсюда уволился. Ну, и так как я находился в городе, я решил посмотреть все достопримечательности, которые здесь есть. И посетил местную администрацию. И посмотрите опять. Вот я в первой части говорил, что все здания, в которые вам придется заходить, взаимодействовать, выполнены, ну, просто обалденно. Я видел много всяких администраций, но вот такой красоты я вижу первый раз. Она полностью функциональная. Все кабинеты, как и в больнице, как и в автошколе, в лицензионном центре, все помещения задействованы. Везде можно зайти, посмотреть. Выполнена, ну, очень красиво. Вот я действительно, я даже не знал, что бывает вот такая вот огромная красивая мэрия. База для АРП здесь, ну, просто огромная. Но, к сожалению, этим никто не пользуется. Дальше я пошел в автосалон. Автосалоном здесь два или три, я уже, честно говоря, не помню. Я зашел в ближайший. И, насколько я понимаю, это не самый дешевый автосалон. Ну, выполнено это вот так. Есть покраски. Покраски выполнены вообще обалденно. То есть можно выбирать не только цвет, просто цвет, а еще и подгонять тон, такой, какой вы хотите. Покраски бывают в два слоя. То есть первая покраска, вторая покраска. У некоторых машин, у которых нету дополнительной покраски, у них красится салон. Вы можете покрасить салон в свой цвет. Машина, в которых есть двойная покраска, красится, естественно, в два цвета, которые вы выбираете. Плюс еще подгоняете тон. Нет, магазин выполнен на высоте. Вообще, как я и говорю, что все помещения здесь, да, все здания, и в том числе и автосалон, ну, выполнены на очень высоком уровне. Очень красиво, здорово, доступно. Куча информации. Ну, в общем-то, придраться абсолютно не к чему. Машины тоже, как видите, подразделены под категории. Левая колонка это под категории, справа уже представленный транспорт. Выбираете сначала под категорию, какие вам нужны там внедорожники, спортивные. И потом уже выбираете из списка ту машину, какая вам понравилась. Ну, то есть, даже есть на уровне магазина такая вот кастомизация. Это здорово, да. Вот претензий к магазину нету совсем никаких. И, в общем-то, ко всем зданиям нету никаких претензий. Все сделано на высоте, все сделано очень красиво, все читаемо. Ну, единственное, что, конечно, хотелось бы чуть-чуть, может быть, покрупнее шрифт. Потому что со шрифтами здесь такая есть небольшая беда. Мелковато все, конечно, мелковато. Ну, а в целом, вот смотрите, как это выполнено. Далее я не смог ничего показать, потому что меня опять сбили. Но про поведение игроков на этом проекте можно посмотреть в первой части этого обзора. Ну, а мы выдвигаемся обратно на ферму. Потому что взять еще какую-то работу, не прокачав себе уровень, в городе невозможно. Поэтому надо возвращаться на ферму и качать дальше уровни. Ну, а тут на ферме все так же, как и с тыквами. Подходим к сисястой тетеньке и видим, что у нас есть второй уровень. И мы сможем выбрать уже следующую работу. Она называется «Сборщик яблок». Выбираем эту работу и идем на поле. Поле находится сразу же за сборкой тыкв. Выглядит это вот таким вот образом. Стоят деревья. Мы к ним подходим. Начинается анимация. Все опять в автоматическом режиме. Я ничего не делаю. Персонаж сам работает. Это радует. Не радует. Следующее. Это работа следующая уже, да? Второго уровня. И вроде бы по логике вещей она должна быть чуть полегче, чем первая. Начальная. Но не в этом случае. Во-первых, это поле почти в два, ну не почти, а в два с лишним раза больше, чем поле для тыков. Поэтому бегать здесь приходится гораздо больше. И следующее. На поле для тыков, первый уровень, вы подходите к одной точке. На один триггер бежите. Здесь же надо собрать два триггера. То есть мы подходим сначала к одному дереву. Как видите, оно может находиться вот так вот. В самом-самом конце. Ну, абсолютно рандом. Ничего здесь не поделаешь. Взаимодействуем, естественно, с этим деревом. Собираем яблочки. Загорается следующая точка. Вот она. Бежим к следующей точке. Таким образом получается, что работа второго уровня гораздо сложнее, чем работа первого уровня. За тот счет, что вам надо собрать две точки. И пробег составляет здесь гораздо больше, чем на работе для первого уровня. И еще мешают вот эти вот кусты. Они тормозят вас. Они стоят как раз возле точки сдачи яблок. И как видите, если через них бежать, то бег замедляется. И эти кусты расположены здесь везде. Вот мы опять бежим на самую дальнюю точку. То есть беготни здесь очень и очень много. Хотя это странно, потому что это работа второго уровня. И по логике вещей она должна быть легче. Но не в этом случае. Ну, если в первом случае со сбором тыков я говорил, что мне пришлось потратить около 5 или 6 часов, то здесь я даже считать не стал. Я выполнил эту работу, прокачал за несколько заходов. Ну, потому что очень сложно и однообразно. Как я и говорил, что здесь требования к прокачке, ну, совсем конские. Ну, ладно. Мы прокачали этот уровень и давайте двигаться дальше. Ну, а следующим этапом в этой работе будет доставка кормов для скота. Показывать как это устраиваться не буду, потому что я уже два раза это показывал. Идем к боту, выбираем уровень выше и все. Вот, садимся в машину и выдвигаемся. Точка загрузки находится недалеко. Прямо здесь же, буквально там в метрах 500-600. Заезжаем, проезжаем через триггер и ставим машину под загрузку. Ошибка новичков, что они останавливаются вот там на триггере. Нет, надо подъезжать вот так вот близко. К сожалению, здесь много багов. Видите, вот человек там залезает в машину, а машина уже крутит колесами. Есть в этой миссии ряд проблем, но, насколько я знаю, администрация с ними поборолась. Я, когда снимал, было куча проблем, было очень много багов. Но уже через два дня, а снимал я это очень долго, потому что прокачать это не так просто, уже все пофиксили. И, как вы видите, работа выглядит прикольно. Мы действительно берем мешки, мы их грузим в свою машину. В машине мешки эти появляются. То есть, это все анимировано, все очень красиво и выглядит. Все, мы загрузили нашу машину и выезжаем обратно в коровник. В самом же коровнике нас ждет куча багов. Но, повторюсь, что администрация знала про эту проблему, и уже через два дня это дело было пофиксено. Ну, не до конца, но, тем не менее, такого количества мешков уже не было. Но, как видите, они висят везде. Они висят в воздухе, они мешают заезжать на эту территорию, а нам надо заехать на эту территорию. Здесь появляется триггер, мы выгружаем те мешки, которые загрузили, и разносим их уже непосредственно по кормушкам. И, как видите, вот эти вот мешки баганные, висящие, они, конечно, здорово мешали. Но, еще раз скажу, администрация это пофиксила. На второй день, когда я зашел и снимал, такого количества баганных мешков уже не было. Они появлялись, но они буквально там через 2-3 минуты исчезали. То есть, администрация с этим поборолась, и на данный момент, насколько я понимаю, уже этой проблемы нет. И зайдя через день, действительно, я не увидел больше такого количества мешков, но я столкнулся с другой проблемой. Видите, в поле стоят люди. Они стоят не просто так. Они пришли прокачивать дальше уровень, а количество машин здесь ограничено. Их всего 5. Поэтому за них надо драться. Я считаю, что это не самое лучшее решение. Деваться людям некуда. Им надо прокачивать уровень. А как прокачивать, если нет машин? Вот и приходится стоять, ну, можно сказать, часами в ожидании, как вот сейчас я. Стою и жду, когда кто-нибудь закончит свою работу, и мне надо успеть перехватить у него машину. Вот как сейчас получается. Человек сдал машину, и хорошо она резнулась рядом со мной. Все, я вытащил у него эту машину. Теперь будет он стоять. Ну, это не очень грамотное решение, на мой взгляд. Потому что вот в следующий раз, когда я поставил машину, кстати, смотрите, как мало места. Да, вот я ставлю машину, все, я закончил. И теперь он у меня ворует эту машину. Видите, он бежит быстрее меня. Все, он у меня ее забрал. И вот на это вот тратится огромное количество времени, бесполезно проведенного в игре. Просто ты стоишь и ждешь тупо, когда тебе что-то перепадет. Это, мне кажется, не очень грамотно выполнено. Ну, ладно. Допустим, мы прокачались, и идем в следующую работу. А следующая работа, это уже четвертый уровень, и это работа тракториста. Ну, и надо сказать, что вот она мне понравилась, ну, так скажем, не сильно. Как это выполнено, вы сейчас увидите. Мы садимся в трактор, загорается на поле триггер, ну, и, естественно, мы будем сейчас ездить по триггерам. Все, в общем-то, достаточно предсказуемо. И не понравилось оно мне еще тем, что я видел работу тракториста на другом проекте, называется он Вайс, и там трактористы реально сеют поля. Ну, реально, то есть, когда заканчивается тыква, или там еще какой-то продукт на этом поле, то тракторист едет и сеет, и реально после того, как он проедет, за ним появляются колоски. Знаете, некое подобие фермер-симулятора. Вот так же это там выполнено. Ну, здесь же все сведено к банальной езде по триггерам. Да, когда вы смотрите со стороны и не видите вот этих зеленых столбов, надо сказать, что выглядит это прикольно. Трактора ездят по полю один за одним. Вы этих триггеров, естественно, не видите, и поэтому антуражность картинки выглядит немножко по-другому. Ну, в общем-то, вот так вот это выполнено здесь. И вот такая вот работа. Работа достаточно нудная, я бы ее так назвал. Нудная, нудная. Вот эти вот крутые повороты, в которые не всегда трактор вписывается, к ним надо привыкать, в общем-то. Ну, и та же самая беда, тракторов, по-моему, всего четыре, что ли. Да, по-моему, всего четыре трактора. И когда народ добивается для того, чтобы повысить свой уровень, сталкивается с той же проблемой, что я только что показывал. Это беготня, кто быстрее у кого украдет трактор. Если не успел, то ты продолжительное время будешь стоять просто так, ничего не прокачивая. И я опять повторюсь, что я считаю, это, ну, наихудшее решение, потому что, ну, людям просто действительно приходится просто так стоять. А пойти прокачать уровень какой-то другой работы невозможно. То есть, если я вернусь на яблоки, или я вернусь обратно на тыквы, то я буду получать те копейки, но уровень прокачиваться не будет. Уровень прокачивается только вот на этой работе, соответствующей по твоему уровню. То есть, если вот это уровень четыре, то мне нужна работа четвертого уровня. Естественно, на другую работу, если я пойду, то уровень прокачиваться не будет. Поэтому у людей нет выхода, им приходится драться вот за эти машины, драться за эти вот трактора. И повторюсь, что, на мой взгляд, это наихудшее решение. Ну, и так как я показываю рабочие занятия этого проекта, я должен просто об этом сказать, что на этом проекте самое огромное количество рабочих занятий, какие я только видел. Их здесь действительно, ну, просто очень много. Я показываю вам сейчас только те, которые представлены на ферме. А еще ровно такое же количество есть и в городе. Я уже показывал доставку пиццы, я показывал работу колдовщика. Там еще есть работа на автобусе, есть работа дальнобойщика, есть работа почтальона. Это все, что в городе. И еще здесь куча работ, которых я еще в дальнейшем попробую показать. Ну, а вернее сказать не показать, а просто рассказать. Потому как работа тракториста выбила меня из колеи, ну, напрочь. Мало того, что это очень долгое и нудное занятие, так еще надо драться за эти трактора. Поэтому прокачиваться мне не было, ну, никакого уже резона и желания вообще. Вот, кстати, пролетел пилот. И говоря про пилота, это вершина карьеры вот на этой вот работе. То есть после тракториста еще идет доставщик продукции, которую выпускает эта ферма. Эти люди тоже развозят продукцию. И тоже ограниченное количество машин. И та же самая проблема. Нет машин, надо ждать. А поездка, кстати, длится очень долго. Ну и вершина, как я уже сказал, это пилот. Ну, для этого надо получить права пилота, которая стоит, по-моему, 15 тысяч. Ну, а вот я пришел на остановку, на которую, кстати говоря, есть, как видите, ботики. И сюда приезжает автобус. Вот еще одна проблема, которую бы хотел затронуть. Вот как мне узнать, есть ли на линии автобус? Есть ли смысл ждать этого автобуса? Почему бы никому-нибудь из разработчиков, в конце концов, не решить вот эту проблему? Потому что есть общественный транспорт, у меня нет своего транспорта. Я бы хотел сейчас добраться до города, но я абсолютно не знаю. Я стою и жду, а придет автобус или не придет, я не знаю. Иногда они приезжают аж три штуки подряд. А иногда приходится ждать. Я ждал минут пять. Автобус, в конце концов, приехал. Ну, а я хочу отправиться в город, чтобы посмотреть на рабочие занятия, которые есть в городе. Ну, и, может быть, приобрести какой-нибудь автомобиль. Ну, а дальше прокачиваться на этом проекте у меня действительно нет никаких сил и никакого желания. Это очень тяжело, это очень сложно. Ну, и вообще, в целом, если говорить о представленных работах, повторюсь, огромного количества представленных работ на этом проекте, здесь больше, чем на любом другом, который я видел, есть рабочих занятий, но они все узконаправленные. Они не РП-направления. Здесь нет совместных работ, нет совместных занятий. Каждая работа – это индивидуальная сторона, которая отлучает вас от самой игры. Вы находитесь в своем каком-то мирке, который не позволяет вам взаимодействовать с другими игроками, разговаривать с другими игроками. Что уж тут говорить-то. Занимаясь любым из этих занятий, у вас нет возможности даже познакомиться с кем-то на этом проекте, может быть, сдружиться и заняться чем-то вместе. Каждая работа, она направляет вас в такой отдельный мирок, в котором вы существуете. Вот тот же водитель автобуса. У него нет друга, он ни с кем не разговаривает. Тут он сидит один, он занимается своим делом. Точно так же собирает тыквы, вам ни с кем не поговорить. Там яблоки или развозка продукции, или работа на тракторе. Вы одиноки. Вы этим занимаетесь в одиночку. А это, на мой взгляд, ну совсем не относится к ролеплею, где надо общаться с людьми, где надо взаимодействовать с людьми, то есть играть действительно какие-то роли. Здесь вы просто существуете один. Один без возможности с кем-то поговорить, пообщаться, познакомиться. И все работы, представленные на этом проекте, они вот такие. Но это проблема не этого сервера. На всех серверах GTA, на всех популярных серверах представлены вот такие вот занятия, которые отлучают вас, в общем-то, от общества. Ну и так как я показал начальные уровни работ, я зашел в мэрию, чтобы показать вам, какие еще есть работы на этом проекте. Да-да, то, что мы видели, этим не ограничивается. Вот еще список работ, которые вы можете взять уже в городе. Но у них, как вы можете заметить, такие достаточно конские требования. То есть минимальное, что здесь можно, это четвертый уровень, до которого я смог докачаться. Здесь вы сможете устроиться доставщиком продуктов. Все остальное требует шестого, пятого уровня. Ну и таксисты, можно устроиться с первого уровня. Поэтому вот такие вот здесь еще представлены работы, кроме тех, которые я показал, доставка пиццы и работа на складе, они здесь не вписаны, их здесь нету, но они присутствуют в этом городе. Поэтому вот, как я и сказал, занятий на этом проекте, ну, огромное количество. Есть вопросы по требованиям к этим профессиям. Да, я устал. Я, как и уже и говорил в начале, я снимал этот ролик семь дней, но вот все, что мне удалось прокачаться. Ну и в целом, что мне удалось увидеть за эти семь дней, да, проект действительно интересный, проект уникальный. В нем полно своих интересных решений, куча интересных решений, свои фишки, вот эти вот рабочие занятия, которых действительно здесь, ну, просто навалом, есть чем позаниматься. К сожалению, они, да, они, все эти рабочие занятия, они не направлены на общение, не направлены никаким образом на роли плей-составляющую, но они здесь есть, это людям интересно, поэтому нельзя это отметать. Да, действительно, на проекте очень много интересных решений. Красота проекта тоже поражает. Как мы видели здание, заходили во внутрь здания, я показывал, как это здесь выполнено, как это решено. Безусловно, здесь нет вопросов. Это очень и очень красиво. Но я останусь по-прежнему при своем мнении. Данный проект не относится к РП направлению, роли плей. И здесь никто ничего не играет. В первой части я показывал, какой РП на этом проекте. И несмотря на всю вот эту красоту и уникальность проекта, к сожалению, контингент, который населяет этот проект, далек от РП. Поэтому я все равно останусь при своем мнении. Этот проект интересный, уникальный, красивый, но это не РП. Поэтому это вот, ну, это мое мнение, как я всегда и говорю. Я его не навязываю. Я высказываю только свое мнение. Мне этот проект понравился, но играть здесь практически невозможно. Мы уже видели, что на этом проекте упразднена должность медика. То есть медики есть, но чем они занимаются, я не знаю. Потому что после смерти вы моментально телепортируетесь в медучреждение. Поэтому даже нет возможности вызова медика. То есть их уже, как медиков-то, в общем-то и нету. Нету этой роли. Они не выезжают, они не общаются. Они вот стоят где-то там в здании, что-то продают. Может быть, я не знаю. Я не подходил, не спрашивал. Также я не видел здесь ни одного полицейского. Не видел роли полицейского. Я так думаю, что в дальнейшем упразднят и эту должность. И, в общем-то, останется только вот эта красота. Да и все. Ну, вот такой вот проект. Я смог показать то, что смог показать. В общем-то, всю начальную работу, начало деятельности на этом проекте. Поэтому вот такой вот обзор у меня получился. Ну, если кому понравился этот проект, понравилось то, что вы увидели, заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Мне пора идти искать другие штаты, другие острова, другие проекты. Скорее всего, легкую жизнь. Спасибо всем, кто посмотрел. Ну, и всего вам доброго.